Здарова! Как вы уже могли слышать, в этом году исполняется 20 лет, не побоюсь этого слова, легендарной серии игр, Call of Duty. И в честь этой знаковой даты я решил вспомнить, с чего начиналась серия. Разработкой игры занималась молодая студия Infinity Ward, которую основали бывшие сотрудники компании 2015 Inc., которая до этого занималась разработкой серии игр Medal of Honor. В 2003 году Infinity Ward выкупает компанию Activision, после чего в октябре того же года они выпускают легендарную Call of Duty. Отличительной чертой от их прямого конкурента Medal of Honor было то, что в одиночной компании нам предоставляли возможность играть не только за американскую сторону, но также увидеть мир глазами британского солдата и советского. Моё знакомство с этой серией произошло в 2006 году. Будучи школьником, меня привлекали игры про Вторую мировую войну. На компьютере я активно играл в тылу врага, Blitzkrieg и новенький Company of Heroes. А на старушке PlayStation 2 добивал медали за отвагу. И вот как-то раз со своим одноклассником я обменивался дисками. Так в мои цепкие лапы попало два диска, с первой частью Call of Duty и дополнением United Offensive. Кстати, если этот ролик наберёт 50 лайков, я сделаю обзор по дополнению. Установив игру, я был приятно удивлён наличию русской озвучки. Компания хоть и была сложной, но проходилась на одном дыхании. За пару вечеров я понял, игра мне нравится, и я хочу продолжение. С того дня почти каждый год я покупал новые части Call of Duty, пока серия не скатилась в футуризм с роботами и варзонами. Так давайте же вспомним, с чего начиналась эта прекрасная серия игр, и достойна ли первая часть своего внимания спустя 20 лет. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай, ведь мы начинаем. Сюжет игры начинается 9 августа 1942 года. Мы играем за рядового Мартина, который проходит военную подготовку в лагере США. Нас ждёт обучающая миссия, где нас научат как стрелять, перезаряжаться и управлять персонажем, что характерно для игр того времени. Кстати, если вы решите поиграть на современном железе, придётся немножко попотеть. Сперва вам будет необходимо прописать соотношение сторон вашего экрана в файлах игры, а затем прописать дополнительную команду в путь к вашему ярлыку. Ведь в моём случае без этой команды игра попросту была на минимальной яркости. Став настоящим хакерменом, мы продолжаем игру. В первую очередь мы осматриваем агит-плакаты. Затем нас отправляют проходить полосу препятствий. Тащи сюда свою жопу, рядовой куча! Неправильно, рядовой куча! За каким хуем стараться и лезть на это ёбанное препятствие? Справившись с полосой, нас направляют на стрельбище. Научившись стрелять из разного оружия, отправляемся кидать гранаты. После этого нам рассказывают об аптечках. На 10, 25 и 50 здоровья. Затем вручают в руки динамит для красивого завершения миссии. Вот это удар! Вот это взрыв! Современные игроки Call of Duty привыкли, что перед миссиями идут красивые брифинги. Однако в первой части всё начинается с сухой презентации с исторической базой. Морская пехота атакует пять районов побережья под кодовыми названиями. Юта, Амаха, Золото, Джуна и Меч здесь, у побережья Нормандии. Не успеваем мы моргнуть и глазом, как приземляемся на территорию Нормандии. Поскольку наш герой является разведчиком, нам нужно установить маяки для высадки новых войск. Неподалёку мы находим тело нашего напарника, а также немецкий бункер. Как и положено, зачищаем такой объект гранатой. Вы знаете, привыкнув к современным играм, было неудобно кидать гранату на четвёрку, а не на букву «Г». Установив маяк, наблюдаем за весьма красивой сценой высадки. После чего сходу вступаем в боевой контакт с противником. На удивление, оружие чувствуется очень приятно. Ты интуитивно понимаешь, когда лучше использовать винтовку, а когда переключиться на старый Томпсон. Единственное, чего мне не хватило, это индикатора попаданий. Поскольку в интенсивной перестрелке не всегда понимаешь, убил ты противника или нет. Заняв зону высадки, наш отряд переходит к зачистке траншей. В следующей миссии я заметил отличительную черту в первой части. Дело в том, что переходя на новый уровень, ваши ХП и патроны остаются как были на старом. Поэтому иногда возникают ситуации, когда нужно найти аптечку или перезарядить винтовку. Но вернёмся к сюжету. Наш отряд попадает в засаду из нескольких пулемётов. В целом этот уровень выполнен очень грамотно. Вдалеке видны раскаты артиллерии. В небе пролетают горящие самолёты. Всё это создаёт ощущение полного погружения в большой театр боевых действий, где все события происходят не только на нашем пути, но и где-то в окрестностях. Затем наш отряд получает новую задачу по уничтожению зенитных орудий. Справившись с этим, командир приказывает занять оборону посёлка. Утром по нашим позициям начинают работать немецкие миномёты. Заняв безопасное укрытие, приступаем к обороне позиций. В целом в этой миссии довольно большой выбор оружия, которое мы можем использовать. Причём не только американское, но и немецкое. Здесь даже дадут пострелять по немецким танкам из панцерфауста. Во время обороны не приходится скучать, ведь миссия наполнена кинематографичными моментами. Как например подрыв этого тигра. Далее нас ждёт, пожалуй, одна из самых запоминающихся миссий первой Call of Duty. А именно, поездка с сержантом Муди. Хоть миссия и проходится за какие-то 4 минуты, она обильно разбавлена экшеном, погонями и перестрелками. А чего ещё нужно ждать от Call of Duty? Тем более этот момент так запомнился игрокам, что в будущих частях серии не обходилось без миссии на автомобилях. Далее наш отряд получает новую задачу. Уничтожить немецкие батареи. Эта миссия запоминается в первую очередь по окопным боям. Завершив миссию, мы получаем новую информацию. После ряда успешно выполненных задач, наш отряд берут под особый контроль. И теперь мы занимаемся особыми миссиями в тылу врага. И первой такой задачей становится спасение капитана Прайса. Да-да, тот самый капитан Прайс, который многим знаком по серии игр Modern Warfare. Да-да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соу! Наш отряд штурмует особняк эсэсовцев, в котором держат Прайса. В плену капитан получил легкое ранение, поэтому всю миссию будет хромать и не открывать нам двери. Вытащив Прайса, начинается следующая миссия, где нам нужно спасти из концлагеря американского майора. В этой миссии нам впервые дадут пострелять из снайперской винтовки. Мне как фанату серии со стажем было непривычно, что во время прицеливания нет клавиши Shift для задержки дыхания. Несмотря на это, стрельба всё равно интуитивно понятна. Ещё одной особенностью миссии является ограничение по времени. На выполнение нам даётся всего лишь 10 минут. Но в целом этого времени вполне достаточно, чтобы пройти миссию без особых проблем. Когда мы вытаскиваем майора, кампания за американцев заканчивается. Нас переносят в планер британской армии. Задачей десантников становится захват и удержание моста противника. В целом миссия весьма интересная. Нам даёт опробовать британское оружие, а в конце миссии даже пострелять из пушки. Утром наш отряд вынужден отражать немецкое контрнаступление. А у нас будет возможность пострелять из легендарного МГ-42. Затем с помощью брошенных фаустпатронов мы отражаем вражеские танковые атаки. После успешного отражения контрнаступления противника, для сержанта Эванса наступает новая задача. Нам нужно уничтожить зенитные орудия на дамбе, а также взорвать электрогенераторы, питающие дамбу. По началу может сложиться впечатление, что перед нами одиночная стелс-миссия, где нужно тихо нейтрализовать врагов, не поднимая тревоги. Но к счастью это не так, и мы с легкостью начинаем перебивать немецкие патрули. Во время перестрелки не забываем уничтожать зенитные орудия. Затем спускаемся в технические помещения дамбы, где со стареньким стеном продолжаем зачищать коридоры немцев. Кстати, вы когда-нибудь замечали, как жутко выглядят тела погибших в Call of Duty? По выражению этого лица сразу понятно. Он видел некоторое дерьмо. Установив взрывчатку на генератор и выбираемся наружу, где нас ждет капитан Прайс с автомобилем. Начинается очередная миссия с погоней. И вот она больше мне напоминает финал четвертой Call of Duty. До определенного момента миссия не вызывает сложностей. Взрывай грузовики, да отстреливай фашистов. Однако затем мы прибываем на вражеский аэродром. Там нам нужно захватить зенитку и удерживать позиции до прибытия союзного самолета. Но тут не все так просто. Помимо сил пехоты, нам будут мешать вражеские юнкерсы, которые целой сворой налетают на наши позиции. И мало нам угрозы с воздуха, так еще и на соседнее здание забираются вражеские пехотинцы, которые обстреливают нам спину. К счастью, во второй раз мне повезло больше, и мы благополучно закончили эту миссию. В этот раз отряд Прайса маскируется под офицеров морского флота Германии, чтобы устроить диверсию на вражеском крейсере. Прибыв на борт, Прайс демонстрирует свои отличные знания немецкого. Поэтому без особых проблем нас пропускают внутрь. Добравшись до арсенала, документы Прайса решают проверить. Поскольку наша маскировка рассекречена, приступаем к истреблению личного состава. Заполучив в свое распоряжение взрывчатку, устанавливаем ее вдоль борта корабля. Вернувшись на наш катер, мы замечаем, что случилось страшное. Капитан Прайс попал в руки немцев. Так мы узнали предысторию пленения Прайса. А теперь начинается долгожданная кампания за Советский Союз. Первая миссия начинается в Сталинграде. И уже с первых мгновений мы можем понять, нас ждет отборная клюк. Те, у кого нет винтовок, следуйте за теми, у кого они есть. Если вы увлекаетесь просмотрами фильмов, то наверняка заметите, что эта миссия очень схожа с фильмом «Враг у ворот», который выходил на экраны в 2001 году. Там тоже были злые НКВДшники с рупорами, переправа через реку Волга и выдача одной винтовки на двоих. Поэтому первая миссия Call of Duty за Советов буквально покадрово демонстрирует нам начало этого фильма. Однако, если абстрагироваться от историчности, мы имеем неплохо поставленную миссию, которая частично напоминает высадку в Нормандии. Заняв береговую линию, наш отряд приступает к зачистке Красной площади. Атаковать в лоб будет чистым самоубийством, поэтому нам нужно обойти вражеские позиции и уничтожить несколько офицеров, которые отдают приказы. К сожалению, арсенал советской армии не блещет каким-то разнообразием. У нас есть ППШ, винтовка Мосина и винтовка Мосина со снайперским прицелом. Если честно, мне потребовалось несколько минут, чтобы определить, где находятся вражеские офицеры, ведь на карте они никак не отмечались. После их ликвидации немецкие позиции накрывает артиллерия. После этого нас ждет несколько снайперских дуэлей. Как-никак Сталинград. Бои за каждый дом. Тем временем наступает ноябрь 42-го года. Наш герой оказывается в Сталинградской канализации. Там нас ждет несколько перестрелок с немцами в зимней форме. Выбравшись на улицу, мы получаем новую задачу. Наш напарник служит живой приманкой, а мы вычисляем немецких снайперов. Перебив их, зачищаем первый этаж здания. Там мы встречаем сержанта Павлова, с которым будем оборонять дом. В этой миссии нам впервые дадут пострелять из ПТРСа по танку. Конечно, ни о каком реализме речи не идет, ведь мы просто пробиваем танки в лоб. Помимо танков, дом активно будут штурмовать пехотинцы, создавая тем самым головную боль. Из-за этого у меня возникало несколько ситуаций, когда убивали буквально на последней секунде. Зарекомендовав себя в битве при Сталинграде, нас переносят в Варшаву в январь 45-го. Здесь мы должны захватить немецкий танковый завод. В этой миссии мне очень понравилось окружение. Промышленная зона Варшавы выглядит весьма красочно. Правда, мне резал глаз дефицит моделей противника, ведь некоторые немцы одеты уж совсем не по погоде. Далее наш герой встречается лицом к лицу с вражеским тигром. Взяв предприятие под контроль, нашего героя переводят в танковый взвод. Это, пожалуй, моя самая любимая миссия в советской компании. Во времена, когда мира танков и грома войны не существовало, эти танковые бои смотрелись зрелищно и реалистично. В конце концов, здесь даже можно было валить деревья, что для 2003 года смотрелось очень круто. К сожалению, танковые бои не блещут разнообразием танков. С советской стороны это Т-34-85, а с немецкой четвертые пазики. Далее мы примем участие в городских боях с элементами небольшой разрушаемости. После этого нас возвращают к американской компании. На дворе январь 45-го. Немецкие войска проводят успешное контрнаступление при Орденах, а наш отряд вынужден окопаться в пригороде Бастония. Несмотря на тяжесть положения, поступает приказ взять немецкие бункеры, контролирующие мост. По какой-то причине именно на этой миссии прорисовка объектов в тумане дала сбой, поэтому текстуры выглядят немного дыряво. В остальном это никак не портило геймплей. Заняв бункеры, нас переносят к финальной миссии британской компании. Тут нашей задачей становится ликвидация немецких ракет V-2. На нас сложится роль снайпера, а наш напарник прикрывает из пулемета. Обнаружив вражеские ракеты, мы узнаем, что они не заправлены. Поэтому для их уничтожения отправляемся к насосной станции. Закачав в них топливо, устраиваем красочный фейерверк. На этом британская компания подходит к концу, а нас переносят к советской. На дворе 30 апреля 45-го. Советские войска ведут активные сражения в столице Германии. Берлине. Нашей первостепенной задачей становится уничтожение противотанковых орудий, а также вражеских танков. Расчистив путь к Рейстагу, приступаем к его штурму. Коридорные бои внутри самого здания сделаны весьма интересно. И признаюсь, могут вызвать некоторые сложности в прохождении. Ведь фраг скрывается буквально за каждым углом. Несмотря на все трудности, советским бойцам удается закрепиться на крыше Рейстага, водрузив красное знамя. На этом сюжетная кампания первой Call of Duty подходит к концу. Несмотря на то, что в этом месяце игре исполняется 20 лет, она проходилась с большим интересом и буквально на одном дыхании. На современном железе игра работает без каких-то проблем. Сам сюжет можно пройти буквально за 1-2 вечера, ведь занимает он около 5-6 часов. Игре я смело ставлю 10 из 10. Это первая и любимая часть Call of Duty, в которую я поиграл. Для людей, которые любят простенькие коридорные шутеры, строго рекомендую. А на этом все, друзья. Спасибо за просмотр, ставьте классы и подписывайтесь на канал. Не забывайте посещать группу ВКонтакте, а также мой Телеграм-канал. Еще я оживил свой Яндекс.Дзен. Туда дублируются ролики с Ютуб-канала, а также я написал обзор на третий Baldur's Gate. Так что, если любите почитать статейки, милости просим. Все ссылки вы найдете в описании. До скорых новых встреч, друзья. Пока-пока.